Да, мир бокса изменится, когда уйдут Пакьяо и Мэйвезер. Он будет совсем другим. Грядет новая эра в мире бокса и время принесет новых звезд. Я один из них, я лучший. Уже сейчас я лучший в своем весе и это только начало. Новая эра в боксе уже на пороге, а я уже величайший боксер в наши дни и я буду держаться на вершине до конца своей карьеры. Уже сегодня я могу кое-что оставить о себе в истории бокса, а будущее вам покажет, кто такой Эдриан Броннер. Это громкое заявление было сделано в 2013 году американским боксером Эдрианом Броннером. Эдриан, безусловно, являлся и является великим талантом в профессиональном боксе. Также помимо боксерского таланта он одарен незаурядной харизмой, талантами в других областях и очень болтливым языком. Но надо признать, что именно этот болтливый язык в большей мере помог ему покорить самые высокие спортивные вершины в его карьере. Благодаря трештокингу и элитному уровню бокса Броннер стал одним из самых популярных боксеров мира. Его поединки собирали более 1 миллиона просмотров по системе платного телевидения Pay Per View. Добро пожаловать снова на канал на связи. Жмите на лайк, подписывайтесь и включайте уведомления, если еще этого не сделали. Ведь сейчас мы посмотрим на несколько интереснейших моментов в карьере одного из самых ярких представителей мира бокса – Эдриана Броннера. Родился Эдриан в городе Цинциннати, что расположен в северноамериканском штате Огайо. Имел хорошую любительскую карьеру, за время которой провел больше 300 поединков. Побеждал на национальном юношеском турнире «Серебряные перчатки», проходил до полуфинала юношеских олимпийских игр 2005 года. Профессиональный бокс парень перешел в возрасте 18 лет. Дебютировал он в лимите легкого веса до 61,2 кг 31 мая 2008 года. Первых своих противников он уверенно побеждал преимущественно нокаутом. И, понемногу повышая уровень оппозиции, он довольно быстро приблизился к желаемой цели – бою за чемпионский титул. Цинциннати, США 2011 год. Эдриан Бронер против Винсента Мартина Родригеса. Первый чемпионский бой для Бронера состоялся во второй полулегкой весовой категории до 58,9 кг. Противостоял ему аргентинец Винсент Мартин Родригес, для которого также, как и для Эдриана, это должен был быть первый бой за титул чемпиона мира в карьере. С первого раунда Эдриан сразу дал понять, кто главный в ринге. Он был более быстрый и наносил в разы больше точных ударов. Чем дальше, тем более заметна становилась разница в мастерстве бойцов. Во втором раунде Эдриан перешел к явной защитной тактике. Аргентинец тратил много сил на неточные удары, хотя за счет постоянного прессинга, возможно, и забрал раунд себе в копилку. Но, впрочем, это не важно, так как уже в третьем раунде все закончилось. Сначала мексиканец кинулся в затяжную атаку на американца, зажал его у канатов, но нанести серию точных акцентированных ударов не смог. Бронер выдержал, а затем перешел к контратакам. Нанес несколько джебов, а затем задел подвороток оппонента коротким, но очень сильным апперкотом с правой руки. Родригес был потрясен, а вскоре и забил до нокаута. Таким образом, Бронер завоевал свой первый чемпионский титул. Спустя год после боя с Родригесом Эдриан провел два поединка. Он дважды побеждал в этих титульных боях, но ни разу не возвращался домой с чемпионским поясом и титулом. Вы спросите, как так? Да просто Эдриан очень наплевательски относился к соблюдению спортивного режима и диеты. Он дважды не вписался в лимит своей весовой категории. Понимая, что эта проблема так просто не уйдет в будущем, команда бойца решает, что их подопечному стоит сменить дивизион. Атлантик Сити, США 2012 год Эдриан Бронер против Антонио де Марко Мексиканский чемпион Антонио де Марко провел уже третью защиту титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в легкой весовой категории. Он считался хорошим боксером, в послужном списке которого, кроме всего прочего, значилась победа над чемпионом мира в трех весовых категориях венесуэльцем Хорхе Линаресом. Со старта поединка оба боксера придерживались осторожного стиля, предпочитали сильно не напирать, не рисковать. Во втором раунде сначала Бронер активнее заработал джебом левой рукой, потом начал подключать уже и правую руку. Параллельно с этим активизировался и мексиканец. В этой трехминутке стоит отметить также суперскую работу ног Эдриана, которая помогала ему избежать нехороших ситуаций. В третьем и четвертом раундах был приблизительно равный бой. Эдриан демонстрировал мастерскую защиту и яркие контрвыпады. Де Марко же проявлял хороший тайминг, прессинг и отменное чувство дистанции. Бой был ярким, с большим количеством попаданий с обеих сторон. Но в четвертом раунде все изменилось. Бой перешел на ближнюю дистанцию, где американец завладел явным преимуществом, раз за разом он точно попадал апперкотами справа. Мексиканец начал много промахиваться, его физические и моральные силы становились все меньше и меньше, а то и шестой раунд были полностью за Бронером. В седьмом раунде Де Марко сумел огрызнуться, ему удалось провести несколько успешных комбинаций, но это оказалось только локальным успехом. В восьмом раунде Бронер провел серийную комбинацию, которая поставила точку в этом противостоянии. Де Марко оказался в нокдауне, после которого его угол выкинул белое полотенце. После боя с Де Марко Эдриан защитил титул в бою против британца Гевина Ривза, а затем принял решение, которое шокировало всех. Бруклин, США, 2013 год. Эдриан Бронер против Пола Малиньяджи. 22 июня 2013 года состоялось историческое событие в мире бокса. Чемпион мира в легком весе вышел в ринг против другого чемпиона Пола Малиньяджи, который бился на две категории выше в лимите полусреднего веса. И, что самое главное, более мелкий и легкий боец победил. Это был тяжелый бой для обоих бойцов. Он прошел все 12 раундов. В целом в начале боя более активным был действующий чемпион в полусреднем весе. Малиньяджи выбрасывал больше ударов, но многие из них приходились в воздух. Бронер же бил меньше, но с большей эффективностью. С временем инициатива в целом начала переходить к Эдриану. Но конкурентами были все оставшиеся раунды, за исключением одиннадцатого, в котором доминировал легковес. Поединок завершился раздельным решением судей. Первый из них присудил победу Малиньяджи. Два служителя Фемиды были на стороне Бронера. Так Бронер стал чемпионом мира в трех весовых категориях и поднялся на шестое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring. На тот момент ему было всего лишь 23 года. Сан-Антонио, США, 2013 год. Эдриан Бронер против Маркоса Майдана. Первую защиту титула WBA в полусреднем весе чемпион должен был провести против бойца из Аргентины Маркоса Майданы. Фаворитом боя все считали Бронера, котировки букмекеров были один против пяти в пользу чемпиона, но бой всех сильно удивил. Аргентинец начал бой в свойственной ему агрессивной манере. Во втором раунде ему удалось закрепить свой успех точным ударом с левой, который отправил Бронера в первую его профессиональной карьере Нокдаун. Бронер сумел подняться и восстановиться, он вернулся в бой и даже выиграл несколько раундов. Но все же противник смотрелся увереннее и в восьмом раунде снова отправил чемпиона на настил ринга. Бой закончился единогласным решением судей в пользу Майданы. Он завевал титул, а Бронер потерпел первое поражение в карьере. Несмотря на то, что поражений никто не ждал и для многих, в том числе может быть и для самого боксера, оно стало громом среди ясного неба, но оно было не беспричинным. А все произошло потому, что спортсмен был большим фанатом вечеринок, алкоголя и не особо придерживался дисциплины в подготовке к боям. А самое обидное то, что со своего поражения Эдриан ничего не вынес, он продолжил такой же стиль жизни и дальше. За счет таланта ему удавалось еще держаться на определенном уровне, но победы были уже не постоянными, они чередовались с поражениями. В июне 2015 года Эдриан проиграл Шону Портеру. И хотя в октябре 2015 года он победил россиянина Хабиб Аллахвердиева и завоевал титул чемпиона WBA в первом полусреднем весе, он провел только одну успешную защиту. В июле 2017 года Бронер проиграл Майки Гарсия. А в апреле 2018 свел в ничью поединок с Джесси Варгасом. Карьера Эдриана шла по наклонной вниз, ему нужен был срочно поединок победа, который мог вернуть его на хорошие позиции. И его команда смогла устроить такой бой. Лас-Вегас, США 2019 год. Эдриан Бронер против Мэнни Пакьяо. Бой Пакьяо Бронера – это было противостояние бойцов, которые на двоих покорили 12 весовых категорий. Было собрано большую аудиторию телезрителей, полностью раскуплены все билеты на Renault MGM Grand в Лас-Вегасе. Все было прекрасно, за исключением качества бокса от Эдриана Бронера. Он уверенно проиграл большое количество раундов и даже 117-111 и дважды 116-112 в пользу Пакьяо казались немного несправедливыми. 40-летний филиппинец превосходил на 10 лет младшего соперника во всем, включая скорость и резкость. Это был конец. Через некоторое время после этого боя американец заявил, что завершает свою карьеру. Великий талант Бронера похоронили тусовки, алкоголь и распутная жизнь. Сейчас Эдриану еще только 30 и, быть может, мы еще увидим его возвращение на ринг. В СМИ время от времени появляются новости о том, что он может провести бой с Райаном Гарсией, Шакуром Стивенсоном или кем-то из топ первого полусреднего веса. Жизнь непредсказуема и мы не будем с вами так категоричны. Никогда не говори никогда. Быть может, постарел американский талант возьмется за голову и вернется в ринг намного сильнее. На этой ноте, друзья, если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки и оставлять свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать ни одного моего видео. А также на наш телеграм-канал, который посвящен самым свежим новостям из мира спорта и бокса. Берегите себя, скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok